Здравствуйте! С сегодняшнего дня РЖД начинает продажу единых билетов в Крым. Это когда перевозка осуществляется комплексным путем на железнодорожном, автомобильном и морском транспорте. Такие поездки станут доступны с 30 апреля. Доставка пассажиров до конечного пункта будет осуществляться по трем схемам. Первая на поезде до Анапы, затем на автобусе и пароме, и снова на автобусе до Симферополя, Евпатория и других городов. Вторая схема следующая. Поездом до Краснодара, далее на автобусе до Парома, и затем снова на автобусе в Керчь. И третий вариант. Поездом до Анапы, затем катамараном до Ялты и обратно. Стоимость билета от Анапы и Краснодара в крымские города составляет от 460 до 700 рублей. Единый билет можно приобрести уже с билетом на поезд дальнего следования или оформить к ранее приобретенному. Бизнес может отложить запрет на ночную торговлю до 2017 года. Дело в том, что с 1 июля этого года должны вступить новые требования СНИПа, свода норм и правил. Согласно нововведениям, в цокольном первом и втором этажах жилого здания нельзя размещать предприятия и магазины, которые работают круглосуточно, то есть после 23.00. За невыполнение правил компаниям грозит административное наказание. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Даниленко направил письмо в Минпромторг. В нем чиновник просит отложить вступление в силу новых правил торговли. Это позволит владельцам магазинов переместить бизнес в торговые центры. По его мнению, от запрета на работу по ночам пострадают в первую очередь магазины шаговой доступности, принадлежащие мелкому и среднему бизнесу. В сложной ситуации окажутся и небольшие рестораны и кафе, расположенные в основном в жилых домах центральных районов. Российские держатели банковских карт не будут испытывать проблем с безналичными платежами, успокоили в Центробанке. Несмотря на то, что система Виза не успела до 1 апреля подключиться к национальной системе платежных карт, пользователи пластика смогут осуществлять операции по картам. По словам главы Центробанка Эльвира Набиулина, система Виза завершит процесс переноса своих операций на территорию России в ближайшие месяцы. Что же касается системы Мастеркард, то она успела подключиться к системе заранее. Мотовилихинские заводы получили кредит от Банка России на 2 миллиарда рублей. Как сообщает коммерсант Прикамья, кредит привлечен на 5 лет, процентная ставка по кредиту не раскрывается. Как сообщалось ранее, мотовилихинские заводы планировали реструктуризировать задолженность по кредитам. Задолженность предприятия перед банками по итогам 2014 года составила 8,5 миллиардов рублей. За год она выросла на 23%. Рубль заметно укрепился по отношению к доллару и евро. Курс американской валюты, по данным Центробанка, на 3 апреля составляет 56,99 рубля. Упал на 1,36 рубля. Евро 61,69 рубля. Снизился почти на рубль. На этом у меня все. Удачи в делах.